Я помню, когда мы вот начали церковь там в Вашингтоне, в Тройситис, и наш пастырь, он мой дядя, он был миссионером в России, в Украине, поэтому у него есть миссионерское сердце. И когда он приехал в Америку, ему не сказали, что в Америке нельзя евангелизировать. Ему кто-то не сказал об этом. И он, короче, сразу понял, что надо в Америке двигаться и людей спасать. Но ему никто не сказал, что этого не надо, нельзя. Хотя американцы каяться не будут, они Богу не хотят идти и так далее. И пастырь нас начал заражать, нам по 13, по 14 лет. И начал заражать, чтобы мы начали евангелизировать, без английского. Ну как евангелизировать? Он был в России, а там с Аркадионом в парках делают. Ну стоят в парке, там евангелизировали так. Я помню, мы 14 лет взяли Аркадион, группка такая, как Мариати Бент. Вышли в парк и стоим все такие, как русские солдаты, строне вот так. И поем русские песни. Молимся внутри, чтобы Бог перевел по-английски. И чтобы люди покаялись. Ну в Богу все возможно. Я помню, стоим, а люди спрашивают, где мы у меня деньги кидать. Приходят и деньги, они думают, что мы фанрейсинг делаем. А мы смотрим и думаем, нет, а мы душу вашу хотим, не деньги. И конечно, никто не каялся из-за этих Аркадиона в парке. Но пастырь нам начал давать идеи. Говорит, ребята, не надо только оставаться в парке. Лето приезжает, приходит на светлофорах, окошки открыты в машинах. Между машинами пригласительно кидать в машины. И я помню, мы где-то 10 тысяч пригласительно набрали. Город маленький, небольшой. И вот такие вот, 14 по 13, по 15 лет на красный светлофор люди стоят. И мы между машинами, как тараканы. И только мы видим, что люди закрывают окошко, мы сразу под сикло открываем эту wind wipers и под это. И короче, такой был сильный евангелизм. Это было просто что-то чем-то. И у нас такая была большая дорога, где много-много людей было. Мы напринтовали большие такие бэннеры. Ну, такие более осудительные фразы там были о том, что люди в ад пойдут. Мы хотели, чтобы дух все-то, конечно, их обличал и им это все разъяснял. И это, и, короче, никто в церковь не приходил. Это мы делали долгие-долгие-долгие-долгие годы. Я помню, я начал ходить в школу. Мне было тогда уже 12, 11, 12 класс. И я уже был молодежным руководителем. И хотели, ну, привести людей к Богу. И я учительницы побарвал, позаимствовал стейплеры. Говорю, ну, дайте мне стейплеры. Я за собой взял тысячу пригласительных в школу. Такой целый ящик вместил в свой рюкзак. И после школы это была самая большая... Ну, это все окей, я не буду наступать. И это была самая вторая большая школа во всем штате Вашингтон. И после школы, я помню, взял этот стейплер и просто всю школу облепил нашими пригласительными. Это на каждой стене просто было по 10, по 15. Я просто в стенку, прямо в это, в drywall. Пах-пах-пах. Вся просто школа была облеплена. И в следующий день я прихожу в школу, и половину этих пригласительных, они просто покрыли пол. И все поднимали там. А мой телефон, мой номер телефона был снизу, что если какие-то вопросы, звонить надо. Но эти фотографии не было. Никто не знал, кто это сделал. И получается то, что на первом уроке директор, мое имя звучит по всей школе, вызывают в директорский офис. И я уже где-то чувствую, что пахнет керосином. Уже, наверное, мне это, придется за веру. Мой прадедушка сидел в тюрьме, и придется мне, наверное, за веру здесь тоже посидеть в этой Америке. Вызывают меня, и захожу в директорский офис, и у меня уже сердце бьется так из груди, страшно. И сидит там где-то, может, с 10 или 12 этих security guards, которые были в школе, они все вместе прямо в этом офисе сидят. И директор стоит, и меня поставил, и поднимает пригласительное, говорит, ты что-то общего с этим имеешь? Я говорю, нет. Первый раз вижу, говорю, по школе. Он берет телефон и звонит этому номеру. И у меня телефон звонит. Я говорю, ну, наверное, что-то... Не знаю, как телефон туда попался. Он говорит, садись. И я сажусь, как Валтасара, ноги пьются, боюсь так, и думаю, все, школы выгонят. И он говорит, ну, а почему ты это сделал? Я говорю, это я молодежный руководитель с Украины. Говорю, мы хотим просто Америку спасти, школу спасти. И он говорит, вы знаете, что надо спрашивать разрешение в Америке? Я говорю, не знаю. Говорю, в Мадер-Раши нас, ну, там, гнали. Мы ничего не просили. Просто проповедовали. И это... Он был христианин. Он говорит, послушай. Говорит, я сам христианин. Говорит, я тебе даю разрешение пригласительное развешивать. Только 200, а не 1000. И есть специальные места. Пойди, я тебе покажу, где их надо развешивать. Но ты должен их потом снимать через неделю. Я говорю, хорошо, а можно завтра начать это? И на следующую пригласительную основу. Потом директор пришел на наше молодежное, проповедовал. Но люди все равно не приходили в церковь. Новые люди не приходили в церковь. И это был трудненький путь. Но пришло время, когда Господь начал открывать двери и давать свою благодать. И приходить начали люди в церковь. Я помню, когда в январе 22-го, это было 2004 или 2007 год, я уже не помню. Это было уже давно. И первый раз на молодежное попал мексиканец. Он такой был чуть более белый. Я думал, что он американец был. Но, кажется, он был мексиканец. И он попал на служение. Его звать было Чед. И он сел прямо на первый ряд. Я так сильно обрадовался, что грешник в церковь попал. У нас было там 3-4 ряда. Я всю проповедь только о нем и ему проповедовал. Он ему никогда в глаза не смотрел. Потому что боялся. И он так смотрел, так слышал все. Мой английский был такой плохой. Было трудно его понять. Только я его понимал. И те, которые были русские, они его понимали. И он так слышал. И первый раз, я помню, я решил сделать призыв к покаянию. Потому что теперь уже не только есть двоюродные братья и сестры на молодежном. У меня есть грешник. Я не знал, если он грешник или нет. Это просто новый. Есть новый грешник. Для меня такая была ассоциация. Я помню, я делаю призыв на покаяние. Говорю, если вы здесь есть. Только 3 ряда впереди. А я смотрю, как будто на весь зал. Если вы здесь есть. Говорю, закройте ваши глаза. Голову опустите. И все наши опускают. А он не опускает. Я говорю, если ты первый раз пришел. Закрой глаза. А он не опускает. Я говорю, если даже на первом ряду ты сидишь. Тоже опускай голову. Я думаю, если он опустит голову, значит, будет шанс, чтобы получить спасение. И я вижу, это голову опустило. Галилуя, Господь. Первый шаг мы сделали. Давай идем дальше. И потом говорю, надо просто руку поднять. Это очень важно. В Библии где-то написано, что вот руку поднимаешь, и Господь может спасти. И вижу, его так рука начинает вот так по маленькому. Я смотрю на руку Господь. И говорю, дьявол ее держит вниз. Ты просто прорывай просто дальше. И вижу, он просто по моим словам прорывает руку. Я хотел все это остановить. Говорит, братья и сестры, покаялся. И он вышел наперед. Это было два шага прямо с первой лавки. Он там покаялся первый раз. Я помню, я сам украинец. Мы не из тех, которые там сильно всех обнимаем и так далее. Я всех обнимал после этого. Потому что один человек пришел и покаялся. Для меня это была такая большая-большая радость. Я не так сильно радовался в том, что он на небо попадет. Но так был радовался, что в финале за 7 или 8 лет, или сколько там лет это было, кто-то пришел и кто-то покаялся. В следующий день я с ним встретился. Я узнал, что Бог в ту самую ночь, когда он покаялся, он пришел домой, поснимал все эти порнографии из себя в комнате. Он выкинул свои сигареты. Он выкинул свою травку. И он после этого служения начал приводить своих друзей, которые были как он. Были наркоманы, были курили, занимались всякими этими делами. Они начали через две недели каяться. И просто началась волна людей новых, которые пришли к Господу. И за эти года я хочу поделиться просто с вами два очень маленьких секрета. Первое, что я понял. Самые лучшие евангелисты, это новообращенные люди. Мы все приглашаем людей в церковь, да? Но я вам скажу просто, прямо и сразу и откровенно. У вас не будет получаться очень эффективно приводить новых людей в церковь. Вы должны все равно это делать. Я должен это делать. Я это делаю в спортзале, в Старбаксе. Приглашаю по Фейсбуку. Но я знаю уже от опыта, что если новый человек пришел в церковь, и он покаялся, за ним надо ухаживать очень сильно. Почему? Потому что тот человек приведет за один месяц больше, чем я, либо приведу за 10 лет. Поэтому это для нас урок. Какой урок? Братья и сестры. Приходят новые люди. Сцепляйтесь за их. Дружите. Когда они покаялись, сильно дружите. Почему? Потому что весь ваш евангелизм за последних 2 года, они за одну неделю больше сделают, чем вы. Это не потому, что вы нехорошие. Это потому, что вы уже религиозные. Вас уже видят навсквозь на улице, что вы христиане, а им еще доверяют. У них влияние есть, а у вас знание. Они приходят к друзьям, и их еще не знают, что они верующие. А у вас сразу, только открываете слова, и сразу вылазит то, что вы верующие. У вас знают, что русские верующие сразу. И люди, и с людьми неверующими, у многих из нас нет влияния, потому что мы с ними уже не дружим. А неверующие люди, они с ними дружат, и у них еще есть дружба с этими людьми. Но через два года эти неверующие люди начинают быть то же, как и вы. Поэтому им надо, и нам всем надо заботиться, чтобы новообращенные люди, дать им самое большее внимание, зная, что они ключ к новым людям, которые придут к Господу. Аминь. Давайте воздадим Богу славу. Я помню, я когда был в начале, я так себя судил. Я помню, я вижу это новообращенного. Вот человек покаялся вчера, и на следующее служение 10 ребят привел, пятеро с них покаялся. Я думаю, Господь, он не постится, он не молится. Я говорю, я пощусь и молюсь. Одну душу в месяц не могут привести к тебе. Раздаю там по сотне этих пригласительных. Надоедаю уже людям, и никто не может прийти. И я себя думаю, надо больше молиться, надо больше смиряться. И я понял. Надо мне делать все, что я могу. Евангелизировать, приглашать. Но для чего бы мне не связаться с этим молодым новым парнем, ему помочь больше, его снародить больше, и пусть он работает. Он же грешил 10 лет. Пусть теперь работает на Господа. А я буду чуть отдыхать, ему помогать. Вы знаете, когда женщина, которая привела к Иисусу целый город. Иисус одну женщину просто поставил на крючок. Ну, это, наверное, неправильное слово. Он ее просто евангелизировал. Она получила там от него пророческое слово. И потом она пошла к всем ребятам, с которыми она, наверное, свиданчила и жила, и там занималась грехами. И всех мужиков к Иисусу привела. Вот так же и есть люди в нашей церкви, которых мы должны сильно полюбить, принять. Но в обращенных. Людей, которые приходят первый раз. Потому что это люди, которые ключом являются для вашего города. Не вы. Я не хочу говорить в том, что мы должны просто перестать. Мы должны делать больше. Но зная, что мы не будем самыми успешными. Это будут на обращенные люди, которые будут самыми успешными. И второй секрет. И потом я просто хочу попроповедовать чуть-чуть. А сейчас я просто говорю. Второй секрет. Это что, когда люди каются и приходят к Богу. Я сначала это не понимал до конца. И когда они уходят от Господа. Где-то они остаются в церкви. Где-то там срываются. И оставляют. Никогда не сжигайте мосты. Если они пережили Бога. Но даже если и не пережили Бога здесь. Но прикосновения получили. Не родились свыше. Но иногда люди получают рождение свыше здесь. А иногда получают зародыш здесь. Знаете, когда человек перед тем, как он рождается. Сначала приходит зародыш. Иногда они приходят и получают зародыш. Но потом через 5, 6, 7 лет спустя. Если мы не сжигаем мосты. Если мы не стираем их номера. Если мы их не стираем с фейсбука. Не хочу видеть теперь их грешные жизни. И так далее. Не хочу ничего общего. Видишь в магазине. Все сразу в другой айл пошел. Потому что вот смотри. Он блудный сын. Они оставили церковь. Вот покаялись. И как вот так могли. Просто так и оставить церковь. Мою ячейку пришли. Все мои. Весь мой борщ. Мои пельмени схавали. И больше не приходят в церковь. Ничего не делают. Я ничего общего не хочу с грешниками иметь. Я буду святой, чистый. И буду сохранять себя от мира. Никогда такое не делайте. Почему? Придет время. Что они ударятся. Что-то. И послушайте. Христиане ударятся. Они тут точно ударятся. Это просто пророческое слово. Которое всегда сбудется в их жизни. Что-то у них будет не так. И первое имя, которое всплывет здесь и Дух Святой принесет. Это будет ваше. Но. Если мост между вами и ими, вы его разбили. Они не могут назад на этому мосту теперь уже идти. У нас была одна девчонка, которая была, когда я был уже в хай-скуле, моя сестра привела ее в байбл-клаб в хай-скуле. Я там проповедовал. Потом вечером в среду она покаялась на нашем молодежном. Для Бога горело. Так было все классно. Она девчонок новых приводила. И потом в нашей даже церкви пришел один индеец. И он так по-фальшивому покаялся, чтобы с ней там что-то связать. Ее убрал с церкви. Сам церковь оставил. И они вместе начали жить. Они так жили 10 лет. И мне так это надоедало. Я хотел по морде ему надувать. Думаю, сам ты грешник пропавший. И девчонку забрал. Мне так это было нехорошо. Я помню, несколько раз я его видел. У меня был такой шанс. Он меня не увидел, но я его увидел. Думаю, быстро так пройду, чтобы не видеть его. Но да все ты меня обличал. Говорю, Влад, не делай это. Наоборот, иди. Познакомься. Скажи, что ты рад его видеть. Что ты ожидаешь его в церкви. Что ожидаешь ему самого лучшего. Я пришел, и я просто через зубы, потому что не хотел это говорить. Ему просто пообещал самые хорошие слова. Говорю, мы просто молодцы. Я рад за тебя, что у тебя там все, как будто все хорошо и так далее. И пришло одно время, когда этот парень захотел жениться на двух женщин. Культура индейская такая. И он сказал ей, говорит, что у меня есть еще одна. Я хочу, чтобы мы двое, мы две жены имели. Ну, конечно, она мексиканка. Она говорит, с Кузьми, две жены. И она сразу, она его бросает. И на той самой неделе она сразу пишет. Прости, можно прийти. Она приходит, она кается. И уже, когда она в этот раз покаялась, уже другой человек. И сегодня она служит в команде. Сегодня она приходит в нашу ячейку, в моей свете. Это уже вообще другой человек. Это ты уже видишь, что человек уже посвященный Богу. И я думаю, если бы я спалил бы этот мост, потому что она мне принесла столько боли, оставила в церковь. Когда пришло время, и ей надо было этот мост назад прийти в церковь. А я его разбил бы. Никогда не сжигайте мосты с людьми, которые покались и отошли. Любите их сильнее, когда они отошли. Желайте им самого лучшего. А Дух Святой, Он знает в свое время, когда коснутся их жизни. Аминь. Давайте Богу возведем в славу. Аллилуйя. Мне, Святой, очень нравится быть в вашей церкви. Вы просто молодцы. У вас очень хорошая, замечательная команда. Люди просто жаждающие. Мне нравится, когда есть люди в церкви новобращенные. Люди, которые вот видно, что они Бога переживают по реальности. Мне нравятся люди, когда в церкви есть нерелигиозные. Люди, которые вот пришли к Богу вот недавно. И ты просто видишь это на лице. Видишь это в атмосфере. Мне тоже нравится, что ваш пастор, он нетрадиционный. Он нерелигиозный. У них такие даже крутые слова есть. Я у Святи просто... Как это слово вы вела? Вы всегда такой обалденный. Я когда услышал это, я думаю, аллилуйя. Слава тебе, Господь. И это... Мне просто нравится в том, что я сам всю жизнь вырос в христианской семье. И я был, ну, был просто религиозным. Но когда начал общаться с неверующими людьми, они все это забрали у меня. И я вот... Всегда у меня круг моих друзей, это все новообращенные люди. И они... Мою жизнь просто они изменили. И я вижу людей, которые или выросли в нехристианской семье, и они пережили Бога по-другому, как я. Или те, которые кругом людей, которых жизнь Бог изменяет. Это другие люди. Они простые люди. Они доступные. И самое главное, что они любят сильно людей. Аминь. Аминь. Слава Богу за вашу церковь. Слава Богу за ваших служителей. Слава... Благодарю вас за то, что вы нас приняли. За то, что вы нас пригласили. И что мы можем быть вместе с вами в вашем очень-очень жарком городе. Аминь. Если у вас есть Библия, давайте мы откроем Матфея 14 глава и 14 и ниже стихи. Матфея 14 глава, 14 и ниже стихи. И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними. И исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, Место здесь пустынное и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно иметь, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их сюда. Принесите их сюда. Эта история, она записана в четырех Евангелиях в Новом Завете. Мы все об этом, наверное, знаем. Если даже вы сегодня первый раз, вы, наверное, слыхали, где-то в фильмах видели, когда Иисус взял хлеб и рыбку, и Он это умножил, и много людей накормились из-за этого чуда. Это реальное чудо, и Иисус, которому мы служим, Он продолжает делать чудеса сегодня. Не просто исцеление души и освобождение от греха или дьявола, но Он продолжает исцелять и физические тела, Он продолжает делать сверхъестественные вещи. Я знаю, вы не странники этому, в вашей церкви тоже происходят те вещи, которые может делать только Иисус. Аминь. Много из вас вы пережили, когда не могли иметь детей. Я слыхал об этих чудесах здесь во время постов. Много из вас, может, пережили, когда были какие-то проблемы в финансах, и просто Господь пришел. Были, может, какие-то болезни, и просто Господь пришел. Но я хочу сейчас взять это чудо и просто взять маленькую часть на первом служении, и вечером сегодня мы это закончим, и поговорить о видении Иисуса для нашей жизни. Мы все были призваны быть миссионерами. Не все из нас поедут на миссию, но миссионерство – это не место, а это мышление. Аминь. Проблема с миссией и миссионерством многих людей, что люди едут на миссию, и они видят, как Бог исцеляет людей. Я встречаюсь особенно наших славян, которые едут в Индию, в Мексику, в Африку, и говорят, Бог такие классные дела наделал, люди исцеляются, бесы выходят, все классно. А вот почему в Америке нет такого? Я им всегда вот так и говорю, это мое личное убеждение. Это мое личное убеждение, это моя версия, может, я быть не прав, но я просто вам поделюсь этим. Почему Дух Святой действует очень сильно на миссии? Не потому, что только там люди в большой нужде, хотя это есть фактор, а потому, что люди, которых Бог использует на миссии, у них другое мышление, когда они приезжают в Индию или в Африку. Они не приезжают в Африку, чтобы покушать, отдохнуть. Они не приезжают в Африку, чтобы фоток набрать и выставить их на Инстаграм. Они туда выезжают и с целью, я хочу видеть славу Божию, я хочу видеть, привести людей к Богу. Я белый, а не черный, но Бог может все делать. Они приезжают туда с таким мышлением, и Дух Святой, нужды людей соединять с мышлением своих сосудов и делать сверхъестественные вещи. Но когда они приземляются в Нью-Йорк, это мышление быстро меняется. И они стоят не миссионеры, а америкосы. Американцы, извините. Они стоят уже гражданинами Америки. Они говорят, слава тебе, Господь, мы уже в Америке, мы дома. Аллилуйя. Карпит лучший, воздух лучший, телефон вынимаем. Здесь LTE есть, работает мой Verizon. Халлилуйя тебе, Господь. И мы вливаемся уже не как миссионеры, а как уже граждане этой земли. И в этом есть проблема. Если бы у нас осталось то самое мышление здесь, что мы идем на работу, мы занимаемся бизнесом, мы взросли в нашу семью, но наше мышление и наше направление жизни, независимо, какую сферу нашего общества мы занимаем, но мы идем на то, чтобы люди приходили к Господу. Даже с нашим английским ломаным. Даже с нашими руками, потому что не все можем объяснить. И, братья и сестры, это не всегда правда является то, что наши, особенно мы, славяне, в Америке говорим, ну, английским не владею. Ну, интересно. Бизнес есть. Без английского. Как-то ты на Велфере договариваешься. В фудбанке как-то все еще получаешь свое. Все можно делать. Дом купить. На новой машине с акшена взять. Как-то непонятно. Английский приходит на эти сферы. А чтоб сказать соседу, дать пригласить, сказать, что у нас в воскресенье в одиннадцать есть служение, ни кумэкаю не понимаю. Я не пришел вас разбавить сегодня. Я пришел вас всех обидеть. Понимаете? Я буду вам говорить все прямо. И я гость, поэтому залетел и улетел. Меня, вы не должны меня любить. Если меня не будете любить сегодня, я и цикл, вы, да, окей. Но я буду говорить все прямо. И буду говорить то, что есть на сердце, и то, что работает. Не надо выдумывать ничего. Надо просто быть жаждущим. И то, что мы имеем, даем, а все остальное Господь добавляет. Аминь. И мы можем в Америке уже жить, можем владеть домом, можем то, можем все. И мы тоже можем приглашать людей. Или русских, или американцев, в Царство Божие, или в Церковь. Особенно имея служение, которое назначено для анноговорящих. Наша цель не спасать американцев. Наша цель спасать души. Есть славяне, которые нуждаются в Господе. Есть армяне, которые нуждаются в Господе. Есть молдаване, которые нуждаются в Господе. Есть украинцы, которые нуждаются в Господе. Есть русские, которые... наша цель мы не спасаем кожу мы не спасаем расу мы спасаем души людей аминь слава господа воздайте богу славу аллилуйя в подходя к этой истории которую мы прочитали множество людей кружилась кругом иисуса и библия говорит что иисус уже взял время для отдыха он так служил многим людям что решил с учениками отдыхать отдыхать это хорошо иисус решился своими учениками пойти на маленький отдых они наверное заказали какую-то отель в канкуне быстро послали своим ученикам по текст месседжу буки даткам там все решили и ребята уехали конечно это все добавляю поэтому не думать это били написано они поехали кто-то нечаянно ссылку сбросил на твиттер где ученики вот выставила фотку на инстаграме поставили вот туда location где они все сейчас отдыхают это быстро разнеслось по интернету того времени люди передали быстро и люди посадились на лодке быстро поехали и и отдых иисуса был перерван и место отдыха у него появляется крусейд ученики конечно они раздражаются чуть-чуть они уже также от людей отстали а иисус я хочу чтобы увидели что ни разу иисус увидел людей не сказал вы снова от вас хочу отдохнуть три дня дайте но иисус увидел людей и он начал им служить я хочу вам сказать одну вещь о иисусе что иисус не видит людей для себя бремени люди иисуса никогда никогда не обременяют и иисуса только обременяет страдания людей но души людей для него это когда-то сказал иисус ученикам моя пища то мясо это рыба то пелемень это борщик для иисуса люди это наслаждение ты иисусу не перерываешь отдых люди для иисуса это есть его отдых он наслаждается людьми он любит людей и чем побольше людей он любит толпы людей на него толпы его не садят а наоборот это подымает его иисус любит людей а ученики конечно они не любили людей они любили комфорт комфорт запишите первый point что иисус любит массой людей мы любим комфорт аминь все мы любим комфорт ну мы как их ученики иисуса а иисус он любит массы людей один рыбак пошел ловить рыбу и вот когда поймал большую рыбу выкидывал назад ее в эту реку а маленькую рыбу оставлял другой рыбак наблюдает за ним которого не было не мог поймать никакой рыбы он пришел к нему говорит послушай я говорю вижу тебя так получается хорошо почему ты выкидываешь большую рыбу назад в воду а маленькую рыбу сохраняешь а тут рыба говорит у меня просто есть проблема в дома есть маленькая шковородка и вся рыбка которая не вмещается мою маленькую шковородку я и назад выкидываю знаете у многих из нас есть маленькая шковородка нашего комфорта вот прямо здесь и все божьем слове которая не влазит в эту шковородку мы его выпускаем для банки для били грейма и для больших других церквей или других служителей а вот у меня есть бизнес у меня есть семья и вот эти вещи там о которых тысяч лад говоришь это все классно это для тебя для для пастора саши для других но ты понимаешь моя жизнь и моя шковородка она не вмещает это послушай брат и сестра эту шковородку тебе передали уже родственники твои мама и папа так жил и тебе это передали это родовая шковородка ее надо выбросить и взять новую шковородку которая расширена и которая вмещает божий план для твоей жизни божью волю для твоей жизни и божье предназначение твоей жизни не выкидывай божье благословение потому что у тебя маленькая шковородка аминь принимай все что бог говорит скажи господь расширь мою шковородку я не хочу выкидывать твои предназначения для моей жизни потому что они не вмещаются в комфорт моего бюджета в комфорт моей жизни пусть расширится мой комфорт чем просто чтобы я выкидывал это аминь вместе со мной иисус он у него такое большое большое сердце который вмещает весь мир учеников такое маленькое сердце которое только вмещает самих себя иисус теперь берет и он как резинка растягивает это показывая им свое сердце я помню когда я этот урок лично пережил на себе я старше из пяти у меня есть два брата и две сестры мама папа и у меня есть я старший потом есть после меня и сестра лиля она богу служит служит церкви потом идет братик сереже тоже богу служит хорошая работа женился на сестре моей жены потом идет хулиганчик его зовут андрей у него такие вот волосы как самсона долгие он все делает все что мы не делаем мопеды там короче всего только крутое у него и и потом есть самая младшая сестра суламита она тоже посвящена богу в церковь ходит богу служит и так далее и было время где-то 10 лет назад когда мой братанчик андрей он начал он залез наркотики залез в курение в пьянку и залез наркотики и мама начала сильно переживать о нем молиться о нем переживать о нем и только о нем говорила вы знаете когда мама вот переживает за своих за кого-то ребенка и только об этом думает только об этом говорят и пришло уже настолько это надоедало мне что к родителям прихожу домой и ни о чем другом не говорим кроме того что андрей сегодня напился вчера снова пришел пьяный папа уже мой стал такой как спешил спай уже может сдалека слышишь что пьяный едет он уже знал когда я говорю папа я не знаю как наркотики как и к смотрится я уже все знаю я знаю ты зашел все говорит уже сегодня марихуана пока покурит папа уже они только об этом говорят и мне уже извините но надоело приходить домой и слышать все о моем брате а может он и не наш брат может когда он родился его нечаянно подкинули на будет посмотреть его волосы растут неправильно всех у нас маленькие волосы у него растут растут он вообще говорю по телосложению смотрит вообще как будто не наши мама сильно сильно болела за него церковь церкви мы пошли тогда в семь дней поста мама пошла на 20 дней поста на воде она такая маленькая украинка и у нее распухли ноги из-за поста так сильно распухли она ходить не могла и она не переставала поститься и помню к доктору возил чтобы доктору она объясняла почему мама не кушает 20 дней почему потому что она хотела чтоб ее сын покаялся знаете я так думаю в себе в голове на все это смотрел думаю мам по математике если так по математике смотреть на семью пятеро четверо богу служат супер самый старший ну помазали 2 3 и 5 ну ну супер дети просто просто супер но попался один из пяти я уделаю математику 80 процентов служит богу 20 процентов хромает богу не служит почему все сердце вложить в этого который мы с толком не знаем если он наши я помню я хотел однажды подъехал к маме домой я знал чтобы о чем будет весь разговор снова андрей что-то начварил снова что-то наделал снова уже всем там уже надоел я хотел маме объяснить математику показать на бумажке что мама ты должна своему сердцу научить что 80 процентов все хорошо не надо париться не надо думать об этом всегда оставил покое но знаете какие люди могут думать о детях через математику которых нету детей когда ты мама или папа ты не смотришь на своих детей через математику если у тебя их 100 детей и один хромает этот один который хромает занимает все сердце а все остальные 99 как будто их не существует когда бог смотрит на наш город он не смотрит на город через фильтр процентов он не видит что 10 процентов ходят церкви аллилуйя 300 тысяч богу ходят аллилуйя бог видит тех которые не знают его это занимает все его сердце его сердце обливается кровью а только этих людях воскресенье утром божье сердце она не погружена в церкви божий дух здесь то божье сердце она за за стенами церкви и в то время я понял как мама моя его ее сердце но было погружено в том братике который наркоманом был алкоголиком был и просто занимался всякой это гадостью она не видела гадкого человека она видела заблудчиво сына она видела разбитого человека она о нем молилась она желала самый она 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 о нем только думала и я понял так что так и бог смотрит на лесбиянок он смотрит на гомосексуалистов он смотрит на потерянных атеистов он смотрит на людей которые богатые себя вешают он смотрит на людей которые принимают наркотики колется и бог не видит пропавших, гнылых, грязных людей. Он видит детей, которые потерялись. Его сердце, оно обливается кровью, и оно вмещает весь Шарлетт. Оно вмещает весь земной круг. Оно всех вмещает, и у его сердца болит о множестве. А мы болим о комфорте. Знаете, я начал переживать больше о моем брате, не потому, что он был мой брат, а потому, что о нем переживала сильно мама. Будучи рядом с мамой, я видел, что ей так важно, и так болит. И пришло время, Господь коснулся моего брата. Он попал в аварию. Мы не знали даже об этом. Он развозил пошту в одной компании, и поменялись с драйвером. Другой драйвер взял руль и подсказнулся с дороги. Машина была разбита в дребезги. И мой брат, он вышел без никаких даже скрэчис. Мы даже не знали, что была авария. Мы только узнали, через две недели. Потому, что той ночью, когда была авария, он должен был умереть. Но Бог спас его жизнь. Он пришел домой, и ту кровать, над которой мама уже там молитвенные платки, он не знал, но мы его под... Та кровать, она уже была просто... Это бомба была. Там столько елея под этим матрасом было. Там сколько разных платков было, от разных служителей, за которые было помолено. Он просто не знал, что он ложился каждый день. И там уже были ангелы Божьи, которые ждали его той ночью. Все спали, никто об этом даже не думал. Но той ночью, когда он пришел и лег на эту кровать, туда пришел Святой Дух. Он его так сильно обличил, что потом, по словам Андрея, он обливался слезами целую ночь, и он спать не мог. И он понял, что ту ночь, если не сохранил бы его Бог, он прямо попал бы в ад. И прямо там он решил бросить наркотики. Прямо там он сказал, что я прощаюсь своей гнылой, грязной жизнью. И потом через пару недель он пришел и покаялся. И он начал ходить к Богу. И сейчас приходит на мою ячейку. Он приходит каждое утро с начала этого года, хотя это покаяние давно уже было, но особенно в этом году сильно Господь начал двигаться в его жизни. И я увидел в том, что Божье сердце, оно вмещает весь погибающий мир. И когда ты приближаешься ближе к Божьему сердцу, твое сердце начинается растягиваться тоже, вмещать других людей, которые не знают Бога. Аминь. Второе я хочу, чтобы мы подметили сейчас из этой истории, что не только Иисус, Он любит массы, и Его сердце вмещает массы, но второе я хочу, чтобы вы подметили, что сожаление должно двигать нами на спасение людей. Я хочу, чтобы вы увидели, что Иисус имел сожаление, и это двигало его на то, чтобы спасались люди. Сожаление, запишите, должно двигать нами на спасение людей. Сожаление должно двигать нами на спасение людей. Я уже коснулся, что Божье сердце, оно на погибающих людей. Божье сердце для того, чтобы люди приходили к Нему. Бог любит людей. Если вы есть на этом месте, и может вы сегодня не ходите с Господом, может вы отошли от Господа, может вы выросли атеистом, может вы выросли, и у вас были какие-то проблемы с церковью или с Богом, кто-то вас ранил, какие-то молитвы были неотвечены, может что-то осталось, что просто какой-то осадок, и вы, вам с Богом не по пути. Я вам хочу сказать, что Бог вас очень сильно любит. Иисус, Он очень сильно вас любит. Церковь существует для того, церковь не полная совершенных людей. Если вы найдете совершенную церковь, никогда в ее не ходите, потому что вы ее испортите. Нету совершенной церкви. Везде есть люди, которых очень много недостаток. Мы люди, которые полны недостатков, которые знаем любовь к Божию, и идем за Богом, и Бог нас всех усовершенствует. Аминь. Но я хочу сказать вам, если вы здесь, и вы не примирены с Богом, Бог, Он сильно, сильно вас любит. Знаете, когда Люсифер, дьявол, он согрешил, Бог даже не дал ему шанс объяснить себя. Бог не вызвал его, сказал, ну, братанчик, ты что, ты серьезно или что? Ты знаешь, что ты нарываешься? Ты знаешь, что тебе все, конец. Бог даже не поставил его, сказал, ну, а ты можешь об этом хоть подумать? Он просто сказал, а, он там сорвался? Хочет бунтовать? Он, он Миша Ангелу позвонил, Майклу, говорит, убери их отсюда. И все, никаких шансов, никаких разговоров, никаких там было невозможностей, не было там 30 дней, что может передумает он бунтовать. Он убрал и все, очистил это все. И когда Адам и Ева, мы сегодня видели, в этой очень красивой сцене, когда Адам и Ева сбунтовали, я думаю, что Ангелы на небесах, уже наверно стояли, ну, не повезло, сейчас тоже почистит Егова Явой, все, сейчас всех там уничтожит. И тут вдруг Бог собирает совет и говорит, а кто из вас пойдет? И Ангелы, наверное, думает, убить? Я пойду. Он говорит, не, 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 не наказать. А кто пойдет, чтобы заплатить за это бунтовство и потом стать, как эти люди, на ихнем языке им объяснить, что я заплатил и может дать им шанс. Они, наверное, может не покаяться, не поймут, не примут, но дать шанс. Простите. Я думаю, Ангелы смотрят друг на друга. А почему? Эти два человека, они даже на небе не были. Они, Бог, тебя даже не видели глазами. Они здесь не были. Они не знают тебя даже так, как знал Люсифер. И ты ему не дал никакой поблажки, не дал ему никакого второго шанса. Что они сделали специфического? Почему они такие ценные в твоих глазах? Они два месяца здесь пожили. Три года. Они-то еще не видели света. Они ничего не знают. Но Бог не объяснил, почему его сердце, оно просто привязано и просто сумасшедше привязано к людям. И с того времени я верю, когда кается человек, ангелы, зная, что для Бога это важнее всего, когда кается один человек, они говорят, давайте Богу устроим праздник. Давайте начнем радоваться. Почему? Потому что Бог, Он просто сумасшедше любит людей. У него нет границ. Он на все идет ради этих людей. Бог вас очень сильно любит. Очень сильно. Если бы вы могли бы даже осознать, насколько сильно любит. И неотвеченная какая-то молитва, какой-то за что-то вы молились, просили, не получилось. Это вообще не отменяет Божьей любви. Бог сильно любит вас. Аминь. И сегодня ваш день покаяния. Сегодня ваш день будет принятие Господа. Но я хочу сейчас поговорить к тем, которые уже верующие. Божья любовь, она должна двигать вами. Не просто чувствовать симпатию. Не просто чувствовать, ну вот чувство, ну плохо, что люди идут в ад. А двигать этим. И вместо того, чтобы об этом говорить, я хочу продемонстрировать. Это земля. Вода – это Бог. Рыбка – это люди. А я – дьявол. Сегодня. В этой иллюстрации. Хотя, мне кажется, лучшим дьяволом на сцене я не видел, как был ты. Ты просто был... Сыграл ты дьявола сегодня. Ну, конечно, ты не в дьявол. Но так как ты сыграл, ядры мурашки по мне шли. Я на тебя смотрел, на мой лист вообще страшный дьявол. Ты молодец, красавчик. И что дьявол любит делать? Он всегда сунет свою руку в наше взаимоотношение с Богом. Но мы, знаете, мы сразу убегаем, конечно. И мы убегаем, убегаем. Но потом там через друзья, через там остальные вещи мы сразу знаем, что нехорошо, нехорошо. И он идет, чтобы... Ну, это, конечно, святая рыба. Постится наверху. Наверное, постится много. И потом поймал дьявол. И мы начинаем биться, биться там. И падаем. И она, короче, начинает задыхаться сейчас уже, потому что она не была создана, чтобы жить здесь. Я просто здесь так вот положу, чтобы вы видели, как она помаленьку умирает. И что интересно, что сейчас у многих из вас появляется чувство. Чувство. Какие чувства? Сердце, оно чувствует что-то. Но что интересно, что все ваши чувства, они не помогают этой рыбке. Вы заметили? Что все, что вы чувствуете, все мы вместе сейчас что-то чувствуем. Это все собрать, это очень сильное чувство. А рыбка, она продолжает умирать. Почему? Потому что чувство и сожаление это две разных вещи. Чувство это то, что сидишь и чувствуешь. Сожаление это когда ты встаешь с своего кресла и идешь что-то делать. Ну, конечно, вы же ничего не будете делать. Почему? Потому что вы любите чувствовать. И вот продолжаем чувствовать, будем смотреть, как умирает рыбка. А тебе что было? Какое-то пророческое слово? Я просто видел, она умирает. И все? А сколько духовных даров у тебя были активизировано перед тем, как ты вот встал с кресла? Я думаю, все. Все? А ты в какую школу ходил, где учили тебя классом, как рыбку назад в воду ложить? Я ловил рыбу раньше просто. Это тебе помогло в том, чтобы помочь рыбке. Вот посмотрите, как тебя зовут? Денис. Вот посмотрите, Денис. Все имели то самое чувство, которое имел Денис. Разница между вами и Денисом, что Денис, он не просто чувствовал, а он это чувство превратил в маленькое действие. Он не супермен. У него не было образования о рыбках. Он просто знал, надо взять и туда как-то положить. И все. Рыбка никогда не пойдет в воду, потому что вы чувствуете. Чувство должно превратиться в то, что двигает вами. Молиться о людях. Мы все могли бы вот здесь, я туда не дошел, потому что он заранее вышел. Я хотел вас повести в молитву за эту рыбку. Чтобы вы, подожди, не иди еще. Я хотел, чтобы вы руки протянули, на языках поговорили чуть-чуть, чтобы Дух Святой как-то послал какого-то ангела и вот взял отсюда, и как-то Бог сам решил. И мы любим это все такое, это все делать. Молиться за неверующих. Это все правильно и хорошо. Но когда ты закончил молиться, надо встать, идти и действовать, и помогать, приглашать, и что-то делать. Аминь. Бог не хочет, чтобы мы сидели, молились и чувствовали. Он хочет, чтобы мы вставали и действовали. Ну, а я не знаю, а я не опытный. Знаешь почему? Есть просто пару вещей. Стыд и страх. А что подумает? А не надо, может? А может, это я иллюстрацию ему испорчу? А за жизнь рыбки надо думать, а не мою проповедь. Он не переживал и не думал о том, что проповедь может испорчить. А может, я не хочу, чтобы он поднялся? Ему все это было все равно. Он пошел, а может, эта рыбка хочет там умереть? Может, она хочет, она любит, это карпит? Он об этом не думал. Он взял, против ее воли, наверное, взял и положил назад. Вот так и хочет, чтобы Господь делал, чтобы просто действовать. Делай, что может твоя рука. А Бог остальное поможет. Аминь. Аминь. Господь поможет. Я помню. И я хочу просто дать такой маленький футноут, что, когда мы начинаем действовать, когда мы начинаем приглашать людей в церковь, когда мы начинаем служить, дайте, я вам дам такую идею. будьте, будьте творческими. Я раньше приглашал людей, вот пригласительные раздавал, как, и это. И потом я подумал, думаю, кому не надо такие пригласительные? Я начал быть творческим. Я начал деньги брать, идти в локальный кофе, и покупать по 5 долларов маленькие гифт-карты, и раздавать меньше пригласительных, но раздавать их качественно. Я хожу каждую неделю, где меня постригают, и там очень-очень много людей в этом салоне, очень много людей, которые стрижут, и те, которые стрижутся. И на Пасху, я помню, я набрал столько этих пригласительных, я сижу, он стрижет меня, и проходит рядом. Я говорю, подожди, останавливайся, говорю, послушай, я пастор, короче, надо в церковь тебе прийти. Говорю, послушай, серьезно, в Пасху, короче, ну, надо в церковь, три раза в церковь, два раза в год надо найти, и говорю, вот на эту неделю надо вот этот раз прийти в церковь. Говорю, да, 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 я пойду. Я говорю, я тебе даю вот сейчас гифт-карты, душу твою покупаю. Говорю, он только гифт-карты посмотрел, говорю, давай пригласительные, сразу взял пригласительные. Знаете, я раздал столько этих карточек и соседям, и всем. Никто не пришел в церковь. Я скажу вам одну вещь. До сих пор я захожу в этот салон, и те самые люди приходят назад и говорят, пастор Влад, всегда рад с тобой видеть. Я думаю, ждет еще одну карточку. И начало получаться то, как-то нечаянно эти люди начали теперь попадать на клипы или фотки нашей церкви на сошел-миди. И то, что я это сделал, оно начало открывать их сердце к нашему служению. И я понял, я учу нашей церкви. Ребята, будьте жертвенными и творческими, как вы приглашаете людей. Соседа уже приглашал сто раз, сделай ему хорошенький тортик. И приглашение в торт напиши. Приглашаю. У нас она, девчонка, так сделала на прошлое воскресенье. Сделала большой торт. И стой, никуда не уходи. Подожди. Я легче чувствую, когда ты с ней все. Она сделала приглашение прямо в торт и написала, приглашаю в церковь. И дала. И говорит, вся семья это увидела. Будьте творческими. Бог, Он твой творец. Не будь тупым. Действуй мозгами, думай, когда ты приглашаешься. Не надо делать традиционными путями. Делай так, чтобы оно сработало. И Господь даст тебе милость и благодать. Сожаление, оно двигает тобой. Это не просто ты сидишь, молишься Господь, помилуй и спаси всех негрешников в шарлате. Нет, нет, нет. Надо двигать. Вот как Дениска, да? Как Дениска-то сделал. Пришел, помог, и рыбка сегодня живая. Тебе скажу, ты вот спаситель. Рыбок. Ну, оттуда и начинается. У меня просто жалость была, я сильно много их убил раньше. Денис, на колени вставай быстро, каяться прямо сейчас. И исповедуй. Окей, давайте воздадим. Денису аплодисменты. Я уже подвожу эту проповедь к конце. Я хочу, чтобы вы подписали последний пункт. И мы будем, придем к молитве. Мы должны пожертвовать, я уже подметил это, тем, что имеем для спасения людей. Пожертвовать тем, тем, что имеем для спасения людей. Иногда надо пожертвовать культурой чуть-чуть. Иногда надо пожертвовать комфортом. Для нас это было пожертвовать даже нашим языком, выучить другой язык. Иисус пожертвовал небом. Иногда надо пожертвовать финансы. Иногда надо пожертвовать там 5-10 баксов. Иногда надо пожертвовать тем, что вот после церкви у тебя классный ужин дома, надо пригласить кого-то другого, чем-то надо всегда пожертвовать для спасения людей. Спасение, оно задармо. Но донесение этого спасения, оно всегда кому-то что-то стоит. Аминь. Четыре года, четыре-пять лет назад был в нашей церкви в молодежном, я был молодежным пастыром, когда был застой. Мы вот так ограничились на грани где-то 60-70 человек, и оно просто дальше не шло. Вещи не двигались дальше. Оно так, один человек покаялся, два ушло. Два покаялась, два ушло. И оно так на одном уровне оставалось. Я с женой, у нас финансово просто было замечательное время, я занимался инвестицией. У меня был один дом построен, когда мне было 20-20 лет. Он был, я сдавал его в рент. И потом, когда мы женились, мы купили второй дом, который снимали тоже в рент. В одной стороне жили, в подвал сдавали, каждую комнату сдавали в рент. И деньги были, деньги умножались, все было классно, замечательно. И мы готовились на то, что построить себе третий уже custom built home. Мы сохраняли деньги, чтобы купить землю и взять construction loan и построить дом на новой земле, которую мы вот купим. У нас был план такой. На 4 года мы собираем деньги на землю и берем потом loan. Моя зарплата в церкви, она небольшая, поэтому я знал, что возьмет 4 года. У нас было 9000 долларов до конца года, это был ноябрь, мы должны были сохранить десятку и каждого года по 10000 сохранять и будем покупать землю. Я лечу в Калифорнию проповедовать на молодежной конференции и слушаю проповедь одного пастыря, который про... Мама умерла, квартиру продали и осталось из этой квартиры 10000 долларов. И у этого пастыря было 130 человек и церковь не росла. И Бог сказал этому пастырю взять 10 тысяч долларов и посеять или пожертвовать на миссию, где спасаются люди, чтобы подставить себя перед Богом, чтобы Бог дал пробуждение, спасение людей. И я-то слышу, у меня 9000 долларов в банке, мечта построить дом, но в церкви просто вещи, они как-то застряли. И у меня приходит мысль, вот возьми и сделай тоже. Пожертвуй все. Но вы должны понять, что я ученик Дейв Рэмзи. Те, которые не знают, что такое, это означает без долгов и все сохранять. Вот такое я был ученик. Я ни копейки, больше десятины до того времени не давал Богу. Я вот как фарисей, саддукей и книжник. Десятину отрезал, как раз, чтобы ни чуть-чуть не сюда и ни чуть-чуть не сюда. И для меня хранить 9000 долларов в год это большие деньги. И их просто пожертвовать. Для чего? Чтобы Бог дал спасение? Не понял. Что надо добавлять для спасения? Иисусу на жертве не хватает? И я сразу все в мозгах выдумал, поставил все, говорю, дьявол, отойди от меня во имя Иисуса. Жена никогда с этим не согласится, с этой ересью. Я поехал на конференцию, перед конференцией, перед служением, как у меня привычка, я пошел в комнату, склоняя на колени, молюсь и снова с другой стороны приходит. Влад, вся твоя жизнь посвящена для Бога. Десять тысяч, они все равно с собой никуда не возьмешь. Пожертвуй и поставь себя перед Богом, чтобы Бог дал пробуждение на спасение людей. Я говорю, пошел вон, дьявол, во имя Иисуса, дистракшн мне, я тут на конференции готовлюсь. И эта мысль не оставляет, как привязалась вот так и не уходит от меня. Мне больно начинать, я нервничаю, я уже внутри у меня просто сердце болит, что деньги потеряю, Бог заберет! Я приезжаю домой и думаю, я так намекнусь Свете, я знаю, что сразу она никогда с этим не согласится. Я скажу, ну что она не любила этот дуплекс, он был чуть старой и так далее. Я такой только намек, говорю, Свет, говорю, знаешь, нам 20 там, с чем из лет, мы молодые, у нас уже два дома есть, мы намного лучше, чем даже много людей в наших ростах, но служение, оно как-то остановилось. Давай мы просто раз в жизни, так один разок. Так что сделаем такое? Сильно радикально для Бога. И просто все дадим! Она говорит, давай! Я говорю, ну Бог, ты меня подвел, подвел, я знаю, ты меня подвел. Говорю, вообще так нечестно, это вообще неправильно. Говорю, как это так? Я говорю, ну ты так, давай подумаем, три дня подумаем, хочу, чтобы она вывертывалась у нее. Она говорит, знаешь, ты тоже думаешь, Господь нас благословит, финансы есть, нет, не приду там, это самое главное, чтобы были новые люди, чтобы люди спасались. И мы сохранили еще одну, еще одну тысячу. Взяли билет, мы уехали с Америки, поехали на служение, где мы видели, что по 200, по 300 человек каялось. Мы как-то там получилась встреча с старшим пастыром, это пробежки, это было на пару минут, взяли большой конверт, и сказали, мы хотим просто пожертвовать ваше служение, нам не надо деньги, мы не хотим ни дома, ни машины, ничего, мы не хотим ничего, кроме одного. Просто произносите молитву за нас. Я хочу, чтобы не было ни одно служение, ни одно служение, в котором я участвую в дома, в котором не спасаются люди. Мы встали на колени святой, нас положили руки, помолились, и мы уехали. Мы приехали домой, через неделю. Я думал, что начнется пробуждение. Никто не кается. Я думаю, ну не повезло. А деньги, денег-то нету, аккаунт-то пустой, и церковь пустая. Думаю, ну не это. Я начинаю молиться, и Господь начинает ложить на мое сердце. Возьми год, и не храни денег больше. За этот год каждый доллар экстра отдавай. Я говорю, Господь, ты меня убил, и продолжаешь убивать? Говорю, ты мне одну душу хотя бы приведи в церковь, перед тем, как мы будем дальше разговаривать. Я говорю, Свете, Света, я говорю, знаешь, ну уже если пошли, уже вниз, давай же пойдем дальше. Уже ниже не пойдем. Давай так и сделаем. Мы берем год, делаем обед Богу. Каждый месяц, поверь десяти, тысячу долларов пойдет на миссию. Не в наше служение, не в нашу церковь. Вообще служение, с которым мы ничего общего у нас от не имеем. Там просто люди спасаются. И просто будем жертвовать и писать в этот ноут. Мы хотим спасения. Молитесь, чтобы у нас было спасение, люди. Это было то, что Бог меня повел. Это не все, как так будет вести Бог, но меня так повел Бог. Четыре месяца прошло, и у нас начались финансовые проблемы. Рендовщики, которые платили рент, я не могу найти ренту теперь. А Богу дал обед. Теперь я не могу дать деньги Богу, но что у меня их нету. И я говорю, Господь, ты знаешь, не даешь? Не даю. И Бог начинает в первый раз в жизни делать финансовые чудеса в моей жизни. Я никогда этого в жизни никогда не переживал. Где люди, которых я не знал, люди, которые меня не знали, через Фейсбук из других стран доллар в доллар говорили, что Бог начал им говорить посылать мне деньги. Я остался верным через эти четыре месяца. Это был ад для меня, потому что в моих мозгах все кипело. Я вижу, что все потерял, до ручки ничего не имею. И думаю, не понял, что крыша поехала. Что со мной происходит? Я вообще веду себя ненормально. И вещи не двигаются. Но внутри у меня загорелся такой огонь на спасение людей, что я жить не хотел, если я не увижу спасение людей. Я помню, когда четвертый месяц, это был такой был переломный период. Я стоял в Алмарте, потому что деньги пересылали через Western Union. Я эту тысячу отмолил у Бога. Я высылал это на миссию. И передо мной стояло пятеро людей. Я тогда еще не имел рента, рендовщиков. Деньги надо было платить за прапорти, и надо было еще где-то их искать, чтобы подать на миссию. Это был мой обет к Богу. Я помню, когда мне сел здесь на дьявол и сказал, Влад, ты сделал все. Эти деньги тебе надо больше, чем этим миссионерам и этой миссии. Иди назад. Бог тебя испытал, и ты верный. Я думал, что это Бог говорил, но я знаю, что это говорил дьявол. И был другой голос, который сказал Господь. Я взял этот шаг. Я не знаю, если я тебя услышал, где-то выдумал сам в своей голове. Я не знаю, если это я или это ты. Но жертвенность за спасение людей, я знаю, что это вместе с твоим сердцем. Я знаю, что где-то ты что-то сказал, что если мы пожертвуем домами и финансами ради Евангелия, что мы в сто крат получим здесь и потом там. Говорю, Господь, ты знаешь, мне не надо дом. Я не хочу назад деньги. Я не хочу, я просто хочу пробуждения. Если ты до конца моей жизни меня будешь так испытывать, я просто сегодня здесь умираю до себя. Делай, что хочешь. И я сдался. Я там умер. Я послал эти деньги. Через пару дней находится аренда. И моя жизнь начинает меняться. Через неделю кается первый человек снов. И начинается колобок. И через каждую неделю, буквально за год с половиной, молодежь, она в три раза умножается. Что интересно, в том самом году, когда это получилось, мой папа находит землю близко около церкви. Просто она появляется на Крэкзлесс, нигде никакого сайта нету. Мой папа мне звонит, говорит, Влад, земля появилась, ты искал землю. Я говорю, папа, мой дом на небесах. Домов здесь больше не буду строить, ничем. Он говорит, я знаю, что ты пожертвовал. Я тебе дам взаймы, деньги на эту землю. Бери, иди лоун и строй дом. Я говорю, пап, ты знаешь, что я Богу дал обед до конца года, но я чувствую, что, наверное, это будет еще один год после этого, что я не буду сохранять, у меня не будет денег тебе выплатить. Говорит, я знаю, что ты берешь это с экведи своей, я не хочу, чтобы это делал. Он говорит, говори, делай, как говорю, бери деньги и строй дом. я взял construction loan, за 4 месяца построил дом и у меня была такая мечта, что в этом лоуне это было на 150 тысяч долларов, что там будет достаточно денег, когда дом закроется, чтобы отдать отцу все деньги за землю. Я когда сказал своему билдеру, он сказал, Влад, вы проповедники, вы плаваете там на небесах, вы вообще не понимаете, о чем вы думаете. Я говорю, я на небесах плаваю, но, говорит, у меня просто есть такая мечта, может, Бог смилуется и вы просто не поверите своим глазам. До доллара в этом лоуне как-то сверхъестественно остается денег выплатить за землю. Я в 4 месяца вхожу в новый дом без денег. Я быстро продал одну прапорти, вторую прапорти и большие изобилия от этих мы поддавали на миссию и начали отдавать машины так радикально, что боссы мы голем и остались, когда новый дом появился. Я вам скажу одну вещь, что все, что я пожертвовал ради Царства Божьего, оно 5, 6, 7, 8 месяцев назад, оно назад, как магнитом все приходило и снова пошло в Царство Божие. Я вам скажу то, что есть в этой истории, когда маленький парень отдал свои рыбки и свой хлеб, чтобы покормить толпы. Осталось 12 баскетс потом. Бог всегда будет возвращать, потому что Он может доверить тебе, когда твое сердце идет на спасение людей. Для меня это было финансы. Для некоторых из вас это не финансы, это может быть комфорт. Это может открыть домашнюю группу. Это может приглашать неверующих людей. Для некоторых из вас это может служить чуть-чуть больше в церкви, чтобы другие могли познакомиться с Богом. Некоторых из вас может это служить в реп-центре, может это раздавать какие-то пригласительные. Но где-то что-то, каждый кто-то должен пожертвовать на спасение людей. Оно не происходит просто так. Это на пустом месте никогда не было и не будет. Люди не спасаются, потому что просто так Бог захотел. Бог пожертвовал. Мы должны быть жертвами людьми, если мы хотим видеть спасение. Да, мы умрем в этой жертве, но я вам скажу одну вещь, что придут такие Божьи чудеса в нашу жизнь. И это не всегда будут деньги, не всегда дома, машины, не всегда эти вещи. Но будут такие вещи, которые вы будете смотреть, сказать, что Господь, Ты просто изменил мою жизнь. Я был христианом, христианином всю мою жизнь. Я родился в 50-й семье. И мы жили такой же жизнью, но Божьей славы я так не видел, как я видел за последних 4-5 лет. И сегодня на самом худшем, даже слабеньком служении в нашей церкви выходят люди на покаяние по 5-6, каждое служение. На молодежном каются люди. Раз в месяц мы делаем крещение теперь, и новообращенные люди приходят к Господу. Я вижу эту движуху, и я вижу это движение Святого Духа. И нас так Господь повел в этом году тоже, где просто мы отдали все. Это такой мой путь. Ваш путь, он будет всегда другим. Но я хочу вам сказать одно, что будет общее с вами самой и с этим молодым парнем. Будет какая-то жертва. Это может быть в молитве, это может быть в посте, это может быть в жертвенности, но будет жертва. Можешь поставить фотку Дан Ричи? Дан Ричи это пенсионер был в в Австралии. Жил он своей женой прямо там, и у них был дом на очень-очень крутом месте, который назывался The Gap. И на этом месте был большой обрыв, который очень много людей приходили посмотреть. Красивый-красивый view. Но он начал замечать, что люди приходят смотреть красивый view, и он смотрит еще раз, и их там нету. И он думал, что уже на старость, у него уже приходят болезни какие-то, где он не замечает вещи. Пошел к доктору провериться. Говорит, но все хорошо с твоими мозгами, все хорошо с зрением. И он подбирает ньюспейпер и читает, что его бэкьярд это самое знаменитое место в Австралии для самоубийств. И старый дедушка с своей женой что-то появляется внутри. А он говорит, давайте будем что-то делать. Давай будем спасать людей. А как можем спасти? Как можем доказать людям, которые уже сделали выбор в жизнь покончить самоубийством? И он придумал такой маленький, там пару версий этой истории, это реальная история. Это было, он уже отошел в вечность. И они начали готовить пряники, молоко выставлять дома, горяченькие пряники. И только он видел человека, который приходил к обрыву, он сразу знал, что, наверное, этот человек не пришел что-то фотки брать, а пришел закончить свою жизнь. Он быстро выбегал к этому обрыву. Говорит, послушай, мы здесь сами живем, пряники дома есть, горячие, нет кому кушать. Помогите нам пряники покушать. Люди говорят, отстань от меня, старик, меня здесь своим занимается, пожалуйста, дети мои не посещают меня, никто не приходит, зайдите на минутку, ну, помогите, старые мы люди. И он уговаривал людей, и когда люди уходили с этого обрыва к нему домой, по дороге домой, они начали заливаться слезами. Говорили, что я не пришел сюда посмотреть это, я пришел в себя в жизнь по концу самоубийства. И когда заканчивались пряники, люди возвращались назад домой, семья, и 166 человек не сбросили себя из этого обрыва из-за пряников и молока. Вместо того, что просто жить жизнью на пенсии, они спасали людей. Если можешь поставить вторую фотографию, Чэн Си. Чэн Си, это таксист, в Китае. Есть очень большая хайвей в Китае на мосте, в котором тысячи людей закончили свою жизнь самоубийством. Когда Чэн Си прочитал это в ньюспейпере и увидел, что на этом мосте много людей заканчивались уже самоубийством, будучи таксистом, ньюспейперы говорят, что были времена, когда по четыре линии, на одной стороне четыре линии, на другой стороне, когда этот Чэн Си, он останавливал такси прямо в трафике, бежал через дорогу и бросал человека, и держался за человека, который себя хотел кинуть. И Чэн Си после своих таксистских обязанностей, он вечером по часику каждый день приходит, до сих пор, и ходит с биноклем и смотрит этот мост, если кто-то стоит больше 60 секунд и смотрит из этого моста. И он сразу к ним подходит. Он пошел в долги сам, потому что начал общаться с людьми, которые хотели покончить жизнь самоубийством и узнали, что они хотели покончить жизнь самоубийством, потому что у них были финансовые проблемы, и он начал им давать деньги. Каждую субботу люди отдыхают, а он по мосту ходит туда и назад, и он ищет людей, которые хотят жизнь, покончить самоубийством. Сегодня ему дали уже медали, сегодня уже по всему миру знают о его имени, сегодня уже государство отделяет ему деньги, которые он будет использовать для того, чтобы помогать людям. Твоя жертвенность, Бог ее вознаградит на спасение людей. Когда ты начинаешь использовать свою жизнь для того, чтобы люди познали Бога, Бог за ту жертвенность, которую ты делаешь, Бог благословит твою семью, Бог благословит твое здоровье, Бог благословит твой бизнес и твои финансы, Бог самое главное тебе даст смысл в жизни, и ты не проживешь жизнь просто строить дом, купить какую-то тачку или купить собачку и навигейшн раз в год ездить, жизнь твоя не будет только в этом, твоя жизнь она будет иметь смысл, и твоя жизнь она приведет тысячи и может и миллионы людей к Богу. Аминь. Бог о тебе позаботится. Когда Мардахей спас жизнь царя, Библия говорит о том, что был вымысл, чтобы убить царя, и Мардахей услышал, и Бост быстро сказал из Фири, говорит, спаси царя, и когда жизнь царя была спасена, но ему никто не дал награды, ему никто не дал финансовые награды, ему никто не помог, а в тое время, если ты спас жизнь царя, это тебе большие награды, ему никто ничего не дал, но Мардахей продолжал жить для Бога. Мардахей когда узнал, когда узнал, что Израиля убьют в Вавилоне, их уничтожат, Моисей не думал о своей репутации, он не думал о своей работе, Мардахей разрывает свои одежды и кричит Богу, Боже, спаси евреев, Мардахей, у тебя проблемы по горло на работе, но Мардахей жил одной только целью жизни, спасения людей, и знаете, есть Бог на небе и Он забирает сон у царя и открываются книги и указывается, что то, что не было вознаграждено, оно не было забыто и царь начинает вознаграждать Мардахея за то, что он спас его жизнь там и Бог, который помог Мардахею спасти царя, теперь помогает ему спасти целую нацию и потом Бог начинает поднимать Мардахея, а тот негодяй, который его хотел уничтожить, его повесили и его жизнь была разрушена, я хочу вам сказать, когда Бог начинает использовать вас для спасения людей, если в вашей жизни даже нету награды за это, и видите, что ваша жизнь личная, она хромает, как будто финансы, трудности и так далее, придет время, если вы будете постоянны в этом, вы увидите перемену вашей жизни, Бог, который спасает мир, Он не позволит, что ваша жизнь, она была забита, Он наполнит вашу жизнь своим благословением, живите для спасения людей, жертвуйте, молитесь, спаситесь, действуйте для того, чтобы люди познали Бога. Аминь.